Новый вариант герба Барнаула. Вместо одного коня два с золотыми копытами. Общественная комиссия при мэрии города выбрала итоговый вариант. Он еще пройдет обсуждение в общественной палате, а затем его должны будут принять депутаты гордумы. Об этом поговорим с гостями. У нас в студии Антон Целевич, заместитель председателя комитета общественных связей и безопасности администрации города Барнаула, и Валерий Скубневский, профессор кафедры отечественной истории Алтайского государственного университета, доктор исторических наук. Здравствуйте. Добрый день. Прежде давайте напомним, чем не устроил существующий герб? Ну, прежде всего отметим, кого он не устроил. Есть геральдический совет при президенте Российской Федерации, он размещается в Петербурге. И там, в общем-то, специалисты, конечно, высокого уровня работают. И вот если этот совет не утверждает какой-то герб, то, значит, он не считается действующим, утвержденным. Вот в чем дело. И надо сказать, что эти претензии появились не только к барнаульскому гербу, а к гербам очень многих городов вообще в России, в Сибири, в России, то есть где они нашли какие-то ошибки. В чем ошибка была барнуйская герба? Он был утвержден в 1846 году императором Николаем I. И тогда барнуй входил в состав Томской губернии. И вот как раз в верхней части герба, там изображен сейбристый конь. Это и был герб города Томска. А в нижней части была плавильная печь, где, так как у нас город, такой вот горный город, где основой был сереброплавильный завод, это как раз показывало специфику города. Там не торговая в то время, не еще какая-то, а именно промышленная специфика. И вот так как в 1917 году Томская губерния была разделена, была выделена Алтайская губерния, то формально, формально, томский конь уже не может, не нужен, то есть гербе Барнаула. И, кстати, не только Барнаула, он и гербе Бийска находится в верхней части, тоже этот серебристый конь. То есть надо уже изменить вот этот момент, убрать уже чужой нам герб города Томска. Давайте на экран выведем исторический герб, черно-белую картинку. Да, вот. О чем мы с вами говорим. Вы сказали, вы утверждили, в 1846 году. Почему только сейчас комиссия обратила внимание, что есть какие-то исторические неточности? Дело в том, что на советское время на гербы вообще внимания особо не обращали. И даже, в общем-то, были попытки у многих городов новые изобрести, гербы какие-то. И советская символика была какая? Какие-то достижения промышленности, то есть мощные заводские трубы, или телевизионные башни, или трактора и так далее. Вот если смотришь на классические гербы дореволюционные, там часто даже возникает такой вопрос, почему вот, например, меня поражает герб Пскова, да, старинный русский город, вот, а там барс изображен, и щитодержатель еще два барса, то есть целый зверинец, три барса. Хотя там барсы не водятся, понятно, ну вот. Или герб Саратова, три стерлядки просто. И вообще очень часто одного городка, я не помню, извиняюсь, там просто карась. Потому что, оказывается, озера ближайшие, там очень хорошая рыбалка, очень хорошие караси. Красно. Водились, не знаю, опять же, водятся сейчас или нет. У иркутян тигр был изображен и так далее. Часто вот где-то баки изображены, опять же, кони и так далее. То есть вот такая животная тематика. Не всегда оправданная, да? Да не то, что не оправданная, она с чем-то связана, какие-то мысли были. Ну, естественно. Да, а вот наша специфика промышленная, мне нравится. Потому что мало в каких старых гербах есть именно отражение промышленного развития. Вот у Екатеринбурга тоже есть доменная печь, потому что мы знаем, Урал – это центр горного производства. И, кстати, вообще история Барнаула-Екатеринбурга, они в чем-то похожи. Потому что это были два горных города в истории России. Именно статус горного города, так как центр горных округов и, опять же, горное производство. У Екатеринбурга тоже есть печь, там доменная, праведно, печь. Так что вот гербы очень интересны. И хорошо, что вот претензия касается только верхней части, только коня. Нам предлагают его убрать. Так это уже томский герб, не ваш. Давайте чуть позже, да. У этого вопроса есть еще правовой аспект. Так. В статье 9.131 федерального закона об общих принципах муниципального самоуправления указано, что муниципальное образование имеет право создавать, утверждать символы, официальные символы. Но эти символы, они должны быть в установленном порядке утверждены. И у нас, соответственно, в течение достаточно долгого времени символ есть, а правильного с юридической точки зрения утверждения этого символа нет. Правильная процедура утверждения – это внесение в государственный геральдический регистр Российской Федерации. Попытка внесения в государственный геральдический регистр последняя была в мае 2020 года. Но вот тот проект, который был подан, он не устроил экспертов. И было направлено достаточно обширное письмо руководителя геральдического совета Российской Федерации, Виленбахова, о том, почему именно герб города Барнаула не может быть зарегистрирован. И как раз вот в этом письме и было в содержании указано то, о чем Валерий Анатольевич сейчас рассказал. Ну вот мы, журналисты, когда увидели новость о том, что герб необходимо изменить, мы, конечно, несколько удивились, чего уж говорить о простых горожанах. Я знаю, что проводили опрос, и кто-то возмущен, кому-то все равно, потому что он, в принципе, не знает, что герб существует. Как общественность отреагировала? Вообще общественность на многие вопросы реагирует чрезвычайно активно. И вот несколько аспектов этого вопроса, он действительно волнует сейчас администрацию города, и несколько аспектов. Все же есть темы, которые необходимо доверять профессионалам. Они исключительно юридические или исключительно исторические. И быть экспертом во всех областях, ну просто-напросто нельзя. Поэтому мнение озвучивать можно, но это мнение должно быть как-то мягко и аккуратно сформулировано. Второй вопрос. Вот не только мнение по поводу изменения герба, но и началось муссирование этой темы собственные предложения герба города Барнаула. И там появлялись такие фантастические вещи. Например, сделать элементом герба города Барнаула магазин «Мария Ра». На века так что. Да, и так далее, и так далее. То есть они, с одной стороны, фантастические, с юмором, может быть, даже какие-то, и поддержку получили бы при голосовании. Вы же при этом не обращались за советом к общественности, чтобы они предлагали свои эскизы. Вопрос-то в том, что геральдика – это достаточно четкая наука со своими правилами. И там, в принципе, существует всего пять цветов плюс цвета металлов, золота и серебра. Каждый символ там что-то обозначает. И ставить какие-то придуманные, нарисованные символы мы просто не можем. Такой аспект, может быть, для кого-то он покажется вообще интересным. Регистрируется не изображение герба, регистрируется описание герба. И под это описание художники просто рисуют эскиз. Если то, что предложил город, и то, что нарисовал по описанию, по зарегистрированному описанию эксперт, совпадает или близко, тогда это описание юридически и геральдически верное. Кто занимался разработкой нового эскиза? Вот он у нас на экране. Теперь здесь два коня. Разрешите? Да, конечно. В Алтайском крае существует орган, который уполномочен работать в этом направлении. Это геральдический совет при губернаторе Алтайского края. И мы вышли с просьбой помочь в разработке проекта. И рекомендован был эксперт правительством Алтайского края. Мы вышли на этого эксперта. Он дал согласие на разработку, на помощь в согласовании с геральдическим советом Российской Федерации и помощь в подготовке документов и регистрации. Этот эксперт Чеков Сергей Иванович, у него есть несколько официальных статусов, но вот в данном случае самый важный, ключевой, это член комиссии, геральдической комиссии при губернаторе Алтайского края. Ну вот теперь на этом изображении все исторические факты, все точно, четко, ничего потом не придется менять спустя какое-то время. Да, ну во-первых, это парадный герб. Гербы бывают трех вариантов. Это, так сказать, малый, средний и большой или парадный. Вот как раз парадный герб допускает, видите, вверху корона. Корона – это не Российская империя, эта корона обозначает статус города, то есть центр региона, столичный центр. Вот эти кони – это щитодержатели. Щитодержатели, ну, решили, раз народ так обеспокоен исчезновением серебряного коня в верхней части, то вот сделайте щитодержатели. И хотя сам рисунок – это не окончательно, он может еще меняться, как говорится, вот по, может быть, по фигурам этих коней, еще по каким-то моментам. То есть по художественным изображениям он может еще изменяться. Но идея такая. И лента, которая показывает, что город награжден орденом Октябрьской революции. То есть этот момент тоже не забыт. Вот поэтому парадный герб, вот предварительно, я подчеркиваю, имеет такую вот форму. Ну вот предварительно, вам лично кажется, здесь всего достаточно или чего-то вроде не хватает? Нет, всего уже хватает, но были вот, когда обсуждение было, например, говорили, что сильно дыма много, можно уменьшить вот как раз объем вот выброса этой печи. Почему? Это современность. Да. Не, ну, между прочим. Наши реалии, да. Между прочим, когда Барнольский завод работал на полную мощность, один из путешественников писал, что в окрестных заводах кур нельзя разводить, они дохнут. От выбросов сереброплавильного завода. То есть атмосфера тоже была далеко не экологична. Вот так что вопрос о дыме, это вообще отдельно остается. И там, конечно, много выбросов было, между прочим, разных металлов. То есть вот экологическая обстановка не была благополучной тоже в то время. Так что такие моменты. Вот до того, как этот герб станет уже существующим, гербом Барнаула, какую процедуру он должен пройти? Вот я уже говорила, что ее еще будут согласовывать на местном уровне, но идти дальше комиссия будет работать над ним. Вот этот эскиз, проект Герба разработан под руководством Сергея Ивановича Чекова. И он соответствует всем геральдическим правилам и предварительно обсуждался с Геральдическим советом Российской Федерации. Соответственно, сейчас нам необходимо на общественном уровне обсудить правила и какие-то исторические правовые аспекты. Это одно, а изображение, чтобы общественность приняла это изображение, это вопрос все-таки второй. Вот есть вещи, которые с современными реалиями нужно как-то синхронизировать, с вкусовыми реалиями синхронизировать. Извините, я вас перебью. Вы сказали общественность, но вот до этого вы говорили, что общественность не должна вмешиваться, потому что эксперты должны заниматься разработкой. Вот кому-то сейчас цвет не понравится, мне не нравится, что он сильно яркий, например. И что, вы сразу возьмете его, немножко затонируете? Разработкой, безусловно, должны заниматься эксперты, люди, которые знают геральдические правила, юридические какие-то нормы. Затем, конечно, нужно обсуждать с общественностью. И мы запланировали на первом этапе работы, процедуры утверждения, конечно, запланировали обсуждение с общественностью. У нас вот буквально в ближайшее время мы выносим проект Герба на обсуждение на площадке общественной палаты, на площадке Совета женщин, на координационный совет органов территориального общественного самоуправления. На сайте города будет площадка для обсуждения, и еще будут разные формы. Затем, после обсуждения, после учета мнений, учета и дорисовки, безусловно, профессионалами и экспертами, затем мы переходим к процедуре, которая в нормативных документах регламентирована. Мы собираем этот пакет и подаем на утверждение Барнаульской городской думе. После этого направляем уже сформированный пакет и утвержденный на уровне города в Геральдический совет Российской Федерации для рассмотрения, возможно, каких-то тоже уточнений, нюансов и внесения в Геральдический регистр Российской Федерации. Эфир подходит к завершению, к сожалению. Тема интересная, бесспорная. И последний вопрос очень тезисно. Если вдруг все пойдет по плану, когда у Барнаула появится новый герб? Есть прямо дорожная карта работы по утверждению герба. Мы ориентируемся, что если все пойдет по плану, март-апрель 2022 года у нас будет утвержденный герб города Барнаула. Спасибо, что пришли к нам в студию. Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях Антон Целевич, заместитель председателя Комитета общественных связей и безопасности администрации города Барнаула и Валерий Скубневский, профессор кафедры Отечественной истории Алтайского государственного университета, доктор исторических наук. Продолжение следует...